всем привет сегодня мы будем готовить рис я думаю что так рис вы еще не готовили в духовке с приправами очень-очень вкусный это будет прекрасный гарнир к мясу к рыбе и вы знаете даже просто как самостоятельно блюдо вот этот рис сделать салатик овощной просто потрясающе значит что нам для этого понадобится рис рис самый обычный каким вы пользуетесь совершенно разные разные приправы соль перец у меня здесь имбирь имбирь желательно свежий у меня просто не оказался будет сушеный если не любите имбирь пропускайте красные сладкий перец молотый кориандр черный перец карри я положу немного и у меня здесь приправа для плова прямо из казахстана сестра моя передала спасибо вот вот эти все приправы я буду использовать если вы что-то не любите не добавляйте вот когда я начинаю говорить какой-то рецепт своим близким и знакомым а допустим говорю карри а я не ем карри я не буду это готовить девочки положите соль перец и все остальное что я скажу и уже будет вкусно так растительное масло лук две большие луковицы у меня здесь ну разный лук так получилось 23 зубчика чеснока и зелень зелень какую вы любите у меня здесь кинза петрушка укроп что выросла то выросла я добавлю пару листиков мяты тоже зелень какую любите первое что нужно сделать нужно включить духовку 180 градусов поставить воду чтобы она закипела а вот и приступим первое что нужно сделать это порезать лук и поставить его тушиться или обжариваться как хотите режем лук не очень мелко вот примерно сейчас покажу как вот таким крупным кубиком наливаем пару ложек растительного масла много не надо потому что в рис мы еще будем добавлять и выкладываем сюда лук лук сильно обжаривать не надо вот он станет прозрачный чуть-чуть золотится и добавим чеснок подготовим чеснок порежем его миленько можете на терке потереть чеснок одарилка все что вы хотите использовать лук начал золотиться выкладываем чеснок перемешиваем чеснок девчонки никогда не жарьте чтобы он стал такой коричневый он сразу начнет горчить все сковородка горячая еще в духовке будет чеснок готовится поэтому выключаем оставляем идем дальше резать теперь берем рис значит рис сколько вы хотите приготовить берем допустим две мерные чашки у меня в данном случае такой стаканчик 2 стаканчика так почти рис хорошо промываем выкладываем рис теперь теперь мы сюда режем зелень 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 нужно порезать меленько как можно мельче вот как вы умеете так я не сказал я положу мне завалялся кусочек перчика это вообще не обязательно я его просто для красоты очень мелко порежу но это я говорю для красоты теперь мы приправляем рис выкладываем зелень выкладываем наш поджаренный лук и дальше приправы вот на такое количество риса я положу 2 чайные ложки соли вы потом еще попробуйте я вам скажу так ну где-то пол чайной ложки имбиря щедрую хорошую ложку красного сладкого перца примерно пол чайной ложки черного молотого перца чайную ложку молотого кориандра и приправа у меня для плова как я говорила но я положу вот тут и и тут и барбарис тут все все и как же это называется кумин то есть прям приправа замечательно спасибо большое и положу для цвета наверное больше карри вот так пол чайной ложки теперь выливаем сюда три части кипятка то есть вот у меня был два стакана риса три стакана такого же стакана такого же объема воду горячую кипяток готово и сюда же примерно пол стакана чуть меньше я добавлю растительного масла вот так все это хорошо перемешиваем распределите всю зелень ну чтобы вот все было красиво вот так теперь нужно попробовать попробовать на соль соль знаете должно быть чуть больше чем вам хотелось бы вполне накрываем фольгой вот так острым ножом делаем отверстие и ставим хорошо разогретую духовку 180 градусов на 50 минут прошло 50 минут нужно аккуратно снять фольгу вот смотрите какая красота слегка перемешайте с краев вот так и вы знаете вы вот поставить сейчас на 10 минут и он такой знаете еще подсушится вот кто любит такой знаете рассыпчатый суховатый рис посмотрите какая красота так вкусно ставим если вы этого делать не хотите то готовьте рис под фольгой 1 час вот такой рис получился ароматные вкусные сочные приготовьте обязательно вы не пожалеете это будет просто коронным блюдом на вашем столе всем приятного аппетита кто худеет худеть с удовольствием пока